Восторга творческого чаша Отцы большинства символистов были образованными позитивистами, последователями Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера. Но, как утверждал адвокат Танеев, все мещане и профессора, которые большей частью тупицы, есть несколько изящно умных людей, а прочие обрастают жиром и чудовищными половыми инстинктами. Андрей Белый на рубеже двух столетий Символизм, как представлял себе Андрей Белый, в этом случае является собой интереснейшее явление в своем декадентском отрыве от отцов. Он антитеза позитивизма 70-х-80-х годов, в своем нет этим годам, а в своем да, в символизме par excellence, он врождается в энное количество течений, уже действующих в начале века за пределами того символизма, о котором писали историки литературы. Действительно странно в 1910 году провозгласили конец символизма, а до 1910 года символизм смешивали с декадентством. На рубеже двух столетий. «Наука и только наука может дать человечеству то, без чего оно не может жить. Символ и закон», – полагал Эрнест Ринан. «Эволюцию может остановить либо величайшее совершенство, либо наиполнейшее счастье», – настаивал Герберт Спенсер. «Понятно, что ни величайшее совершенство, ни наиполнейшее счастье недостижим, сколько бы и откуда бы кривые линии исторического развития не приближались к своим асимптотам. Это по определению. И в споре физиков с лириками позитивизма с символизмом поэзия мудрее, символисты старше». «И вновь порывы юных лет, и взрывы сил, и крайность мнений, но счастья не было и нет, хоть в этом больше нет сомнений. Пройди опасные года, тебя подстерегают всюду. Но если выйдешь цел, тогда ты, наконец, поверишь чуду. И, наконец, увидишь ты, что счастья и не надо было, что сей неизбыточной мечты и на полжизни не хватило, что через край перелилась восторга творческого чаша. И все уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь. И только с нежною улыбкой порою будешь вспоминать о детской той мечте, о зыбкой, что счастьем привыкли звать». 19 июня 1912 Молодые по возрасту символисты в отстаивании своего права на символическое мышление и величайшее формальное совершенство изначально противостояли как гражданской лирике эпигонов Некрасова, так и мировоззренческим убеждениям сторонников материалистической экспериментальной науки. Не единожды им буквально приходилось доказывать милому читателю, критику своему слепому, что по крайности есть у поэта и косые тучки и век золотой, а тому злочастному, кто ограничился Боклем, Бюхнером и Малешотом, недоступно все это. Только в июле дописываю я свою первую книгу, пишу четвертую часть, в ней показан провал бреда мистиков и одновременно получаю письмо от Сережи. Он пишет, что в дедове гостил кузен Александр Александрович Блок, чтящий Владимира Соловьева, в кого-то влюбленный и пишущий великолепно стихи. Это были первые стихи о прекрасной даме, то, что у Блока подано в мистической восторженности, вною подано в теме к иронии. Но любопытно, и Блок, и я, совпав в темах во времени, совсем по-разному оформили темы. У Блока она всерьез, у меня она шарж. Ранней осенью цикл разговоров о Блоке в семье Соловьевых показан впервые у меня ряд его стихотворений, великолепно сработанных. До этого поэт Блок мне был неведом, я становлюсь убежденным поклонником поэзии Блока и ее распространителем. Соловьевы решают, что Блок – симптом времени, как речи Батюшкова, уже чистящего к нам, как пожары слов Эртеля, вынурнувшего из бездны, как весть о Рачинском, о Льве Тихомирове, как появление внезапное самой двуногой Софии из Нижнего в Шмидт в кабинете Михаила Соловьева. «Именно в эту осень» Андрей Белый, начало века Есть игра осторожно войти, чтоб внимание людей усыпить, и глазами добычу найти и за ней незаметно следить. Как бы ни был ни чуток и груб человек, за которым следят, он почувствует пристальный взгляд, хоть в углах еле дрогнувших губ. А другой точно сразу поймет, вздрогнут плечи, рука у него, обернется и нет ничего, между тем беспокойство растет. Тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать, чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят. Ни корысть, ни влюбленность, ни месть – так игра, как игра у детей, и в собрании каждом людей эти тайные сыщики есть. Ты и сам иногда не поймешь, отчего так бывает порой, что с обоим ты к людям придешь, а уйдешь от людей не с собой. Есть дурной и хороший есть глаз, только лучше б ничей не следил, слишком много есть в каждом из нас неизвестных, – так играющих сил. О, тоска! Через тысячу лет мы не сможем измерить души, мы услышим полет всех планет, громовые раскаты в тиши, а пока в неизвестном живем и не ведаем сил мы своих, и, как дети, играя с огнем, обжигаем себя и других. 18 декабря 1913. А ведь действительно то, что московский студент Бугаев Андрей Белый пытался выдать на полном серьезе, получалось как шарж, а то, что петербуржец Блок писал со здоровой долей иронии, выходило в серьезной поэзии. Мистическая или нет, восторженность приходила позднее, при чтении, какое Юрий Михайлович Лотман очень точно охарактеризовал как символизирующее. С северной музой духовной свободы московским аргонавтам нельзя было не считаться. Их опыты в сравнении со стихами Блока походили на шарж. Не любить духовного собрата было нельзя. Именно он выражал их чаяния и устремления. Но любили они его своею странной любовью, со странной близостью и зигзагистой линией отношений, болью, ненавистью и порой отвращением – все, как и должно быть в известном дружеском союзе и не менее известной творческой дилемме Моцарта и Сальери. Я его ценил как никого, но временами мне его хотелось убить. Труднее мне зарисовка и Александра Блока. Мало с кем была такая путаница, как с ним. Мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных мотивах. Еще и не время сказать все о нем. Не во всем я разобрался. Да и люди, меж нами стоявшие и доселе здравствующие и препятствуют моим высказаниям. Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он. В другие периоды, лишь с 1910 года, выровнялась зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил как никого. Временами он вызывал во мне дикое отвращение, как автор нечаянной радости, о чем свидетельствует моя рецензия на его драмы «Обломки миров», перепечатанная в книге «Арабески». Блок не причинил боль, он же не раз с горячностью оказывал и братскую помощь. Многое было, одного не было, идиллии. Не было Блока Белый, как видят насквозь призму лет. Погружался я в море клевера, окружённый сказками пчёл. Но ветер, зовущий с севера, моё детское сердце нашёл. Призывал на битву равнинную побороться с дыханием небес, показал мне дорогу пустынную, уходящую в тёмный лес. Я иду по ней косогорами и смотрю неустанно вперёд. Впереди с невинными взорами моё детское сердце идёт. Пусть глаза утомятся бессонные, запоёт за аллею пыль. Мне цветы и пчёлы влюблённые рассказали не сказку, были. 18 февраля 1903 5 мая 1906 года Александр Блок завершил курс обучения в университете и получил диплом первой степени. К этому времени в альмонахи Факелы увидела светлую драму «Балаганчик», в действующих лицах которой угадывались молодые символисты Андрей Белый, Сергей Соловьёв, сам автор и его молодая жена, в коллизиях их совместных любдений, зорь, вечеров, в шахматове и бессонных до утра споров о прекрасной даме, вечной женственности, метафизике и любви. Раз, слушая, он наклонил низко к голову, но и наклон головы и поставленный нос выражали растерянно недоумённое хи или ха, смесь иронии, что всё игра с беспредметным испугом слепца, раскоряченного не на кресле, на кочке болотной, и перебирающего не махровую кисть, а бандуру с расстроенным строем. Вдруг встал, взяв за локоть, увёл на террасу. Спустили с ним в сад, упадающий круто тропами флесняк. Встали в поле средь трав. Закривившимся ртом разгрызал переломанный злак. Выговаривал медленно, мысли подчёркивал, что они не каприз, нет, он знает себя, мы его принимаем за светлого, это неправда, он тёмный. Напрасно же думаешь ты, что я, не понимаю я. Голос подсох, носовой, чуть туманный, натреснутый, как колуном, колол слово своё, как лучину, прося у меня безотчётно прощения взглядом невидящих и голубых своих глаз. Тёмный я. Мы стояли без шапок, под пеклом. Мы тронулись медленно, перевлекая короткие чёрные тени. Он мне говорил о коснении в быти, о том, что он не верит ни в какое светлое будущее, что минутами ему кажется. Род человеческий гибнет. Его пригнетает, что он, блок, чувствует в себе косность и что это, вероятно, дурная наследственность, в нём рот гнетёт. Что старания его найти себе выражения в жизни тщетны, что на чаши весов перевешивает смерть. Все мы погаснем всё ж, иное не смерти, обман. И натянуто так улыбался, и тушился словом, всклокоченный точно, рассеянно пристальней, мимо меня. Не запомнились. Это волнение, мне пререкаемость тона, как будто попал на исконную тему, которую в годах продумывал. Тема позднее сказалась поэмой «Возмездие», «Возмездие отец», Александр Львович Блок, которого он в себе чувствует. Я и действительно был перетелен. Никак не увязывались с этим мрачным настроением, от которого веялось скепсисом, инсенсуализмом, цветущий вид, натурализм, загар, мускулы, фоза спесивая старца, маститого гёта из нового Геймара, которую родственники вдували в него. Андрей Белый. Начало века. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доскою всё, что тебя пленяло, спит, когда по городской пустыне, отчаявшейся и больной, ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг, послушать тишину ночную, постигнешь слухом жизнь иную, которой днём ты не постиг, по-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихождущую утра над белым запушённым садом и небо, книгу между книг. Найдёшь в душе опустошённой вновь образ матери склонённой. И в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледенивший кровь, твоя холодная любовь, всё вспыхнет в сердце благодарном. Ты всё благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерна более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда. Александр Блок. Возмездие Характер воспоминаний Андрея Белого о Блоке сильно изменился с публикацией в 1932 году записных книжек и дневников поэта. Аргонавт принялся сводить счёты, что, несомненно, повлияло на общий тон мемуаров и оценку былых отношений, в которых многое было переосмыслено вплоть до полной замены знаков. Голоса бит, чуть приглушённые революцией и войной ожесточённо душили живое чувство прекрасного, пока совсем к 34-му не задушили с ним человека. Он начал сам. Объяснения пустяки. Если главное между людьми занавесится, то объяснения только запутают. Этим как бы сказал, что приехал мириться со мной. Объяснения наши сложились под знаком доверия. Помнились внешние вехи четырёхчасового разгляда причин нашей ссоры. Доказывала я, что в поступках его есть нечёткость молчания. Он терпеливо выслушивал это и, выслушав, силился мне объяснить, что в его немоте прошлых дней со мной была боль. Не утай. В основном была спутанность отношений между нами и третьими лицами. И он просил изолировать отношения наши друг к другу. Не ставить их снова под знак третьих лиц. В этой просьбе его был ответ на запрос мой к нему. Ведь молчанием своим прошлогодним он связывал ща и себя в один узел со мною. Но этого я не сказал ему. Он же меня упрекал. Я достроил химеры о нём. Я не видел его. Но химеры возникли, когда он со мной замолчал. Не он ли не хотел со мной объясниться, подав повод думать, что он есть источник двусмысленного поведения тех третьих лиц, о которых сказал он теперь очень внятно. Не надо их впутывать. Этого я не сказал ему из деликатности. Он же приваял. Когда нет доверия к жесту поступков, слова не помогут. Я, не соглашаяся с ним, слушал молча. Я понял, что в прошлом году он со мною не мог говорить. Теперь мог. Это значило, в прошлом году он не шёл мне навстречу, а в этом пошёл. Оттого и разбор недомолвок был лёгкий, с улыбкою, мягкой и доброй, бросаемой мне. Я видел решение – стяжбою кончить. Он только настаивал. Роль Соловьёва, племянника Владимира Сергеевича Соловьёва, ему непонятно. Я пылко отстаивал друга, доказывая в свою очередь. Не Соловьёв нас поссорил, а ща. И вторично решили мы – в будущем будем лишь верить друг другу. И руки пожали друг другу Андрей Белый Между двух революций. И дух, и невеста говорят прииди Апокалипсис. Верю в солнце завета, вижу зори вдали, Жду вселенского света от весенней земли. Всё дышавшая ложью отшатнулась, дрожа, предо мной бездорожью золотая нежа. Заповеданных лилий прохожу я леса, Полны ангельских крыльей, надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, Вижу очи твои. 22 февраля 1902. Маленькая феерия балаганчик была поставлена идеально, за что поэт высказал свою признательность Всеволоду Мейерхольду – труппе театра Комиссаржевской, художнику Сапунову и Михаилу Кузьмину, чья обаятельная, водящая в очарованный круг музыка, сопровождала спектакль. По словам одной из участниц магической постановки, Мейерхольд во многом противоположный блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял быт, грубую театральность все обычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где вперед балаганчика витал поэт, откуда он смотрел на мир. Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт. Веригина. Воспоминания об Александре Блоке. В поисках новых форм театрального искусства Мейерхольд строго следовал тексту балаганчика, таинственному миру поэзии Блока и сам совершенно замечательно синтетично играл Пьерро, доводя роль до жуткой серьезности и подлинности. На премьере как только артисты надели маски и заиграла музыка, случилось что-то такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Имя этому было «Очарование». Даже глаза Пьерро смотрели сквозь прорезь маски по-иному, он боли остальных ощущал присутствие пермесских сестер. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовнёй. Она немедленно уронила на пол толстый том художественного журнала и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Всё это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читал ей вслух Макбета. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметил, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пёстрый кот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голуби и что прошли времена Пауэлла и Франчески. На сцене был построен маленький театрик. С традиционным поднимающимся кверху занавесом по глубине сцены посередине было окно. Параллельно на рампе стоял стол, покрытый чёрным сукном, за которым сидели мистики в центре председателя. Они помещались за чёрными картонными сюртуками. Из манжетов виднелись кисти рук, из воротничков торчали головы. Мистики говорили не одинаково, одни – притушенным звуком, другие – почти звонко. Они прислушивались к неведомому, к жуткому, но желанному приближению. Веригина. Воспоминание об Александре Блоке. Драма «Балаганчик» была показана театром Комиссаржевской на гастролях в Москве в сентябре 2007 года. Публика реагировала очень бурно, были шумные одобрения и протесты, многие приходили несколько раз, иные не понимали и не принимали новое искусство вовсе. Поэтическое, будучи воплощено на сцене, непременно требует обращения зрителя от внешнего хода действия, фабул, актёрских приёмов и блеска режиссёрских идей, к самому себе. Этот взгляд на себя преумножает и организует собственно человеческое содержание символически. Если внутри пустота, если не за что зацепиться, и зритель, слушая и глядя, глухо слеп, умножение на ноль не дают ничего. Драма-пародия вызвала гневную реакцию председателя мистического собрания «Балаганчика» Андрея Белого. Символистов, полагал он, выставили шутами собственных устремлений, а Блок слишком быстро посмотрел на самого себя со стороны оком прохожего варвара. Болотные чертенятки Алексею Ремезову Я прогнал тебя кнутом, вполнен сквозь кусты, чтоб дождаться здесь вдвоём тихой пустоты. Вот сидим с тобой на мху посреди болот, третий месяц наверху искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубра, лик мой так же стёрт, Тише вот и ниже трав, захудалый чёрт, На дурацком колпаке бубенец разлук, За плечами вдалеке сеть тричных излук. И сидим мы, дурачки, нежить, немочь, вот, Зеленеют колпачки задом наперёд. Зачумлённый сон воды, ржавчина волны, Мы – забытые следы чьей-то глубины. Январь 1905-го После балаганчика прекрасная дама взбунтовалась. Любовь Дмитриевна ушла от блока к Мейрхольду. Причины разрыва были те же, что и до женихбы В январе 1902-го, когда молодые люди расстались, А объяснения припоручили неотправленным своим письмам. Я не могу больше остаться с вами В тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна. Даю вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода, ни с вашей, ни с моей стороны, стало ясно, до чего мы чужды друг другу, до чего вы меня не понимаете. Ведь вы смотрите на меня, как на какую-то отвлечённую идею. Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей. Из-за этой фантастической фикцией, которая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека с живой душой, и не заметили. Проглядели. Вы, кажется, даже любили свою фантазию, свой философский идеал. А я всё ждала, когда же вы увидите меня, когда поймёте, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души. Но вы продолжали фантазировать и философствовать. Ведь я даже намекала вам – надо осуществлять. Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует ваше отношение ко мне – мысль, изречённая, есть ложь. Да, всё было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго искренно ждала хоть немного чувства от вас. Но, наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг навек оборвалось, умерло. Почувствовала, что ваше отношение ко мне теперь только возмущает всё моё существо. Но я живой человек и хочу им быть хотя бы со всеми недостатками. Когда же на меня смотрят, как на какую-то отвлечённость, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Да, я вижу теперь, насколько мы с вами чужды друг другу. Вижу, что я вам никогда не прощу то, что вы со мной делали всё это время. Ведь вы от жизни тянули меня на какие-то высоты. Мне холодно, страшно и скучно. Простите меня, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу вас. Но ведь лучше всё покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей дружбы, что ли, я уверена, у вас всегда найдётся утешение и в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке. А у меня на душе ещё невольная грусть, как после разочарования. Но, надеюсь, и я сумею всё поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления. Любовь Дмитриевна Менделеева Небыль и Небылицы, о броке и о себе. Стану я в утро туманное, Солнце ударит в лицо. Ты или подруга желанная Сходишь ко мне на крыльцо. Настя ж ворота тяжёлые, Ветром пахнуло в окно. Песни такие весёлые Не раздавались давно. С ними и в утро туманное, Солнце и ветер в лицо. С ними подруга желанная Сходит ко мне на крыльцо. Третье октября 1901 У меня женщин не сто двести триста или больше, а всего две. Одна Люба, другая все остальные. И они разные. И я разный. Александр Блок. Записные книжки. Дружбу и платонические отношения с супругом Любовь Дмитриевна находила скучными и недостойными женского естества. При том, что Александр Александрович резко разграничивал женственное и женское. Первое воспевал, последнее ненавидел. В супруге же его, не без помощи друзей-оргонавтов, благоверным гибном природе Пела её расцветшая молодость. Час настал. Она отдала судьбу свою другому. Не спасли ни новые песни, ни старые письма, ни лирическое чувство, что есть у поэта и косые тучки и век золотой. Мир сенситивных радостей оказался притягательнее и сильнее у мазрительной сферы вдохновения и очарования жены, облечённой в солнце, премудрости или Софии. Боюсь всех Мейрхольдов, Обводных Каналов, Немировичей, Бенуа. Из дневника 20 апреля 1913 года. Между 5 и 7 февраля 1902. Именем Бога Всемогущего, который ближе к вам, чем ко мне, но держит в своей благодати равна вас и меня, обращаюсь к вам уже не с обыкновенным письмом, ибо нет более места обыкновенному, а скорее спросительной проповеди, как это ни странно может быть для вашего сравнительного равновесия. Прошу вас совершенно просто и внимательно отнестись к этому и решить, может быть, трудно, но доступную вашему бессмертию, в которое я верю больше, чем в свою загадку целой жизни. Ещё раз говорю вам твёрдо и уверенно, что нет больше ничего обыкновенного и не может быть, потому что судьба в неизречённой своей милости написала мне моё будущее и настоящее, как и часть прошедшего, в совершенном сочетании с тем, что мне неведомо, а потому самому служит предметом только поклонения и всяческого почитания, как Бога и прямого источника моей жизни или смерти. Может быть, то, что мне необходимо сказать вам, будет очень отвлечённо, но зато вдохновенно. А всё вдохновенное вы поймёте. Я же должен передать вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем непонятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже главное, что понять её можете только вы одна. И в её торжестве только вы можете принять участие. В том, что я говорю, нет выдумки, потому что так именно устроена жизнь. Здесь корень её добра и её зла. И от участников этой жизни зависит принять добро и принять зло. Примите же высшее добро, не похожее на обыкновенное, в том свете, который вам положено увидеть от века. Я знаю вашу вещую веру в конец вашей жизни, который воплотился на земле в идею самоубийства, о чём мы говорили не раз. Кроме того, я знаю и чувствую то неизречённое, которое вас томит, от которого ваша душа скорбит смертельно, о котором вы хотели сказать и говорили мало, потому что нельзя передать, которое я ощутил тогда, как ощущаю теперь, ибо нет моей большей близости внутренней к вашим помыслам, чем величайшая моя отдалённость от вас во мне. И я любил, и я изведал безумный хмель любовных мук, и пораженья, и победы, и имя, враг, и слово, друг. Их было много, что я знаю, воспоминанья тени сна. Я только странно повторяю их золотые имена. Их было много, но одною чертой соединил их я одной безумной красотою, чьё имя – страсть и жизнь моя. И страсти таинства свершая, и поднимаясь над землёй, я видел, как идёт другая на ложе страсти роковой. И те же ласки, те же речи, постылый трепет жадных уст и примелькавшиеся плечи – нет. Мир без страсти чист и пуст. И наполняя грудь весельем с вершины самых снежных скал, я шлю лавину тем ущельям, где я любил и целовал». 30 марта 1908. Январь 1912. Любовь Дмитриевна, как и Россия, тоже стала для поэта лирической величиной, значением вечной женственности. А со значением могут ли быть физические отношения? Нет. Никогда. Это то же самое, что осквернить символ. Для физической близости были другие, разные, все остальные. Я спросила, была ли любовь Дмитриевна красавицы? Что вы, Лидия Корнеевна, с такой спиной? Она не только не была красива, она была ужасна. Я познакомилась с ней, когда ей исполнилось тридцать лет. Самое главное в этой женщине была спина – широченная, сутулая, и бас, и толстые, и большие ноги и руки. Внутренне же она была неприятная, недоброжелательная, точно сломанная чем-то. Но он всегда, всю жизнь, видел в ней ту девушку, в которую когда-то влюбился, и любил ее. Впрочем, в дневнике, говорят, есть страшные они и строки, Орлов их не напечатал. Мне говорили люди, читавшие рукопись. Дель Масс я видела в самый момент их романа. Она вместе со мной выступала в доме армии и флота. Порядочная, добрая, но неумная. Она была веснушчатая, рыжая, с некрасивым плоским лицом, но с красивыми плечами, полная. Он, по-видимому, любил, чтобы у женщин было всего много. Очаровательная была Валентина Андреевна. Я очень дружила с ней, не то чтобы красивая, но прелестная. У Волоховой были прекрасные черные глаза. Любовные письма Блока очень благородные. Мне Валентина Андреевна показала одно – все, что осталось от моей молодости, вашей. Лидия Корнеевна Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 19 августа 1940 года Я медленно сходил с ума У двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма И только разжигала жажду. Я плакал, страстью утомясь, И стоны заглушал угрюмо. Уже двоилась, шевелясь, Безумная, больная дума И проникала в тишину Моей души, уже безумной, И залила мою весну Волною чёрной и бесшумной. Весенний день сменяла тьма, Хладила сердце над могилой. Я медленно сходил с ума, Я думал холодно, а милой. Март 1902, февраль 1914. Какая страшная у них была жизнь! Это стало видно из дневника. Да и раньше видно было. Настоящий балаган, Другого слова не подберёшь. У него роман за романом. Она то и дело складывает чемодан и отправляется Куда-нибудь с очередным молодым человеком. А он Сидит один в квартире, злится, тоскует, пишет в дневнике – Люба, Люба! Она возвращается, он счастлив. Но у него В это время роман с Дель Масс. И так всё время. Почему бы не разойтись? Быть может, у него было бы Обыкновенное женское счастье. Лидия Корнеевна Чуковская. Записки об Анне Ахматовой Меня пытали в старой вере. Кровавый просвет колеса Гляжу на вас. Что? Взяли звери? Что? Встали дыбом волоса. Глаза уж не глядят. Глоками кровавой кожи я покрыт, Но за ослепшими глазами На вас иное поглядит. 27 октября 1907-го. Любовь Дмитриевна вернулась к поэту В том же 1908-м. К этому времени пьянство Уже вошло у Александра Блока В привычку. «Может быть, я лечу Уже вниз. Моя жена не всегда Уже имеет сил и волю Сдержать меня или рассердиться На меня. Жутко это записывать. Или от того, что на днях Будет ребёнок, и она ушла В думу о нём, не знаю» Александр Блок. Записные книжки. 25 января 1909-го года. Тихая передняя родильного приюта. Три часа ночи. Неперестающий запах. Рядом тихо говорят с Любой. Готовят ванну. Акушерка говорит по телефону с доктором. А вдали, наверху, за тишиной и полутьмой, Неистовый, далёкий вопль рождающей женщины. Или это плачет ребёнок. Потом уже только в ушах звенит. Кафельные своды, чистота, Запах собрался в воротнике шубы. Записные книжки. 29 января 1909-го года. Он просидел в приёмном покое до утра. Роды были тяжёлыми. Родился мальчик, которого в честь деда назвали Дмитрием. Поэт принял его, как мог принять своего сына. Блоки поверили в счастье, в семью, новый быт, в радость супружества. Через восемь дней, 10 февраля 1909-го года, ребёнок умер. В голубой далёкой спаленке Твой ребёнок опочил. Тихо вылез карлик маленький и часы остановил. Всё как было. Только странная воцарилась тишина, и в окне твоём, туманная, только улица страшна. Словно что-то недосказано, что всегда звучит, всегда нить какая-то развязана, сочетавшая года. И прошла ты, сонно-белая, вдоль по комнатам одна. Опустила вся несмелая штору синего окна. И потом, едва заметная, тонкий полог подняла, и, как время безрассветное, шевелясь, поникла мгла. Стало тихо в дальней спаленке. Синий сумрак и покой оттого, что карлик маленький держит маятник рукой. 4 октября 1905